привет всем рада видеть вас на своем канале меня зовут Назя и в этом видео я буду вязать шапку балаклаву спицами для шапки мне потребуется 150 грамм пряжи я взяла пехорку детский каприз теплый именно теплый метраж у этой пряжи 125 метров в 50 граммах но вязать я буду в две нити то есть одну нить я возьму из центра другую нить я возьму с краю и тогда вы тоже можете либо взять такую же пряжу как у меня либо взять пряжу такого же метража либо взять пряжу в два раза короче и вязать тогда в одну нить спицы спицы я взяла 4 с половиной миллиметра шапку я буду вязать на размер 55 сантиметров и для этого я сначала свяжу образец образец я вяжу лицевую гладью набираю 22 петли но саму шапку я буду вязать резинкой один на один дальше этот образец я замерила я не включаю замеры две кромочные и у меня получается что вот это расстояние между кромочными приблизительно равно 13 с половиной сантиметров то есть 13 и 5 сантиметров это 20 петель а 55 сантиметров это x отсюда делаю пропорцию то есть x получается у меня равен 20 умноженное на 55 и деленное на 13 и 5 отсюда я получаю число приблизительно равное 81 мне нужно взять ближайшее число которое кратно 8 соответственно я возьму 80 и добавлю одну петлю для смыкания рядом набираю на спицы четыре с половиной сантиметра 81 одну петлю набирать я буду классическим набором и так складываю две спицы вместе а из пряжи делаю вот такую конструкцию нить которая идет от клубка она обвивает указательный пальц а нить которая короткая вот она обвивает большой пальц это важно остальные пальцы зажимают эти две нити вместе дальше беру две свои спицы завожу их снизу вверх за нить между большим и указательным пальцем вот так и поворачиваю по часовой стрелке у меня уже получается 1 петля на спицы натягиваю нити со спицами на себя и вставляю спицы в петлю которая образуется на большом пальце и затем я подхватываю нить у указательного пальца вот так 2 петли на спицы снова возвращаю в рабочее положение эту конструкцию натягиваю снова нить на себя завожу спицы за большой палец и подхватываю нитку на указательном пальце 3 петли хвостик который обвивает большой палец должен примерно быть метр я думаю метра хватит продолжаю набирать так 81 петлю набрала я 81 петлю дальше вынимаю одну спицу и распределяю петли по леске складываю спицы в круг смотрю чтобы не было перекрутов и перехожу к вязанию первого ряда перебрасываю первую петлю с правой спицы на левую и накидываю на эту петлю первую петлю с левой спицы вот так возвращаю петлю на правую спицу и затягиваю нить это получается у меня первая петля я ее считаю лицевой дальше у меня идет изнаночная изнаночные я вяжу классические вот таким образом дальше идет лицевая опять изнаночная и дальше опять лицевая чередую 1 лицевая 1 изнаночная лицевую я тоже вяжу классическим образом завожу правую спицу в петлю на левой спице слева направо вот так рабочая нить у меня лежит на указательном пальце подхватываю правой спицы рабочую нить и дальше указательным пальцем правой руки я толкаю спицу и сбрасываю петли с левой спицы изнаночную делаю тоже классическим образом сначала с помощью указательного пальца я накидываю нить на левую спицу и теперь вставляю правую спицу справа налево вот так и делаю вот такое обвивающее движение правой спицы вывожу нить и снова сбрасываю петлю с левой спицы чередую 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная дошла я до конца ряда заканчивается ряд соответственно изнаночной петлей сюда повешу маркер хотя здесь и так уже есть хвостик ну вот давайте на первую петлю я повешу маркер вот так и дальше вяжу просто такими рядами чередую 1 лицевая 1 изнаночная в высоту от края до начала отверстия которое будет располагаться на лице я связала 43 ряда в сантиметрах это будет ну допустим 19 с половиной и в следующем сорок четвертом ряду я начну закрывать петли для лицевого отверстия вот у меня первая петля она лицевая от петли с маркером я провожу взглядом дорожку и как раз оказываюсь у начала ряда первую петлю я провязываю лицевой она мне нужна будет как кромочная дальше петлю снова провязываю лицевой провязываю следующую за ней петлю это уже 3 и накидываю предыдущую петлю вот на эту петлю таким образом я закрыла одну петлю всего закрыть в этом ряду мне нужно 25 петель 2 заметьте что петли я провязываю сперва все лицевыми вне зависимости от того как они идут по рисунку у меня сейчас изнаночная петля но все равно я ее провязываю лицевой и закрываю закрываю 25 петель и перехожу на вязание поворотными рядами как посчитать количество петель которые нужно закрыть для отверстия итак возьмите сантиметровую ленту и прям по лицу измерьте желаемую длину вашего отверстия у меня получилось 18 сантиметров итак размер моей головы это 55 сантиметров это 80 петель а 18 это x опять делаю пропорцию 80 умножаю на 18 и делю на 55 получается приблизительно 26 я беру ближайшее нечетное и в общем я уменьшила сделала 25 потому что у меня резинка один на один и мне нужно чтобы края моего изделия выглядели одинаково поэтому я беру нечетное число и так закрыла я 25 петель смотрите здесь отверстие начинается с лицевой и здесь тоже будут заканчиваться лицевой и дальше вяжу уже поворотными рядами поворотными рядами я свяжу 4 ряда то есть вот этот ряд я заканчиваю и затем добавлю еще три ряда поворотных рядов вы можете связать больше тогда вас будет отверстие больше можете связать только два поворотных ряда здесь как бы опять все на ваше усмотрение я вот выбрала для себя размер в 4 поворотных ряда то есть соответственно я вяжу по открытым петлям дохожу до сюда разворачиваюсь опять разворачиваюсь и опять в противоположную сторону и так подхожу я к началу своего отверстия последняя петля получается кромочная кромочной всегда провязываю лицевыми в конце ряда а в начале ряда кромочную я буду снимать разворачиваю изделие теперь вяжу в противоположную сторону опять таки это получается снова резинка 1 на 1 первую кромочную снимаю вяжу здесь по рисунку опять резинкой 1 на 1 до следующего края отверстия снова дохожу до конца ряда это у меня был уже второй поворотный ряд снова разворачиваю изделие и вяжу 3 поворотный ряд 1 снимаю и дальше работаю по рисунку последнюю кромочную всегда провязываю лицевой заканчиваю третий поворотный ряд опять разворачиваю изделие вяжу последний четвертый поворотный ряд первую снимаю по рисунку 1 лицевая 1 изнаночная последнюю провязываю лицевой так заканчиваю четвертый поворотный ряд разворачиваю и дальше я вернусь к круговым рядам но для этого мне потребуется добавочная спица опять первую петлю снимаю вяжу по рисунку изнаночная лицевая и я так вяжу вот до этой точки и так теперь мне нужно набрать 25 петель на добавочную спицу я буду использовать добавочную спицу потому что набор который я буду использовать в этот в этот раз он очень рыхлый поэтому добавочная спица меньшего размера здесь очень пригодится у меня это номер два делаю рабочей ниткой вот такой поворот и вставляю спицу вот так и затягивают затягивать надо плотно чтобы край не был рыхлым опять рабочей ниткой обвиваю палец 2 обвиваю 3 обвиваю 4 таких петель нужно набрать тоже 25 ровно то количество которое я закрыла очень легко только единственное что нужно использовать спицу меньшего размера вот такой аккуратный край получается так петли набраны дальше я свою рабочую спицу продеваю до конца потому что дальше я буду возвращаться уже к вязанию рабочей спицей да вот так складываю спицы и продолжаю вязать по рисунку здесь у меня лицевая затем изнаночная лицевая изнаночная и фактически я возвращаюсь на вязание круговыми рядами лицевая изнаночная дошла я до добавленных петель и здесь продолжаю свое чередование у меня по рисунку должна быть изнаночная то есть я вяжу изнаночная здесь будет не очень удобно вязать затем лицевая закончатся добавочные петли должны изнаночной петли если вы все делаете правильно опять изнаночная и опять лицевая провязала я добавленные петли заканчиваются они изнаночной петлей здесь это не особо ярко видно и возвращаюсь на вязание круговыми рядами вяжу лицевая и изнаночная лицевая и изнаночная и так я вяжу просто дальше без прибавок без убавок без открытия без закрытия петель до того как момента пока не начну формировать макушку это будет приблизительно у меня 23 ряда по кругу лицевая изнаночная лицевая изнаночная от верхнего края отверстия я связала 23 ряда и сделала разметку маркерами дальше я буду делать макушку и так вот у меня начало ряда отсчитываю 14 петель это получается изнаночный ряд и вешаю сюда маркер это изнаночная колонка приходится точно посередине отверстия дальше отсчитываю 20 петель снова вешаю маркер на изнаночную колонку опять 20 петель вешаю маркер на изнаночную колонку и еще раз 20 петель и снова вешаю маркер на изнаночную колонку соответственно если теперь в последний раз пересчитать петли между последним и первым маркером здесь тоже будет 20 петель и дальше перехожу к макушке и так вяжу опять-таки резинкой 1 на 1 до 1 маркера не довязываю 2 петель и их делаю 2 вместе направо то есть просто провязываю обычные 2 вместе дальше вяжу 1 изнаночную а следующие 2 вместе провязываю налево то есть их я переснимаю возвращаю на левую спицу и провязываю вместе за заднюю стенку но при этом петли у меня видите пересняты поэтому они получаются 2 вместе налево делаю такую убавку у каждого маркера то есть 2 вместе перед направо и 2 вместе после налево таким образом в каждом ряду я убавлю по 8 петель то есть у меня было в этом ряду 80 петель а станет 72 и так 1 ряд с убавками я связала дальше вяжу 2 ряда без убавок но вяжу я их по рисунку то есть над лицевой делаю лицевую над изнаночной делаю изнаночной почему я говорю по рисунку потому что вот здесь так как мы убавили один раз по 2 петли то здесь будет 2 лицевых подряд поэтому здесь нужно не сбиться и так связала я 2 ряда без убавок и в следующем ряду снова делаю убавки то есть получается сперва я начинаю делать убавки в каждом третьем ряду довязываю опять до столбика отмеченного маркером вяжу по рисунку дохожу до тех 2 лицевых петель подряд и сделаю то же самое сначала 2 направо то есть просто 2 вместе затем изнаночная и дальше 2 налево но чтобы привязать их налево мне нужно их перекинуть перенадеть на левую спицу то есть поставить левой ножкой к себе и дальше связать их за заднюю стенку как бы получается тогда эти две петли будут смотреть налево делаю такие убавки у каждого маркера то есть в этом ряду я снова убавляю 8 петель и у меня остается от 72 только 64 петли дальше нужно повторить еще раз два ряда без убавок и один ряд с убавками а затем схема убавок немножко изменится и нужно будет три раза сделать убавки через один ряд и того смотрите какая будет схема убавок и так делаем первый ряд с убавками дальше мы делаем два раза убавки в каждом третьем ряду затем делаем три раза убавки в каждом втором ряду а затем начинаем убавлять в каждом ряду пока не останется на спице 16 петель и так у меня осталось на спицах всего 16 петель и я делаю последний ряд с убавками но убавки делаю чуть-чуть по-другому я просто делаю 2 вместе направо то есть уменьшу число петель в два раза и соответственно останется у меня только 8 петель после этого ряда 2 вместе когда останется 8 петель просто закрываю все петли нитью провязываю первую петлю возвращая на левую спицу и накидываю на нее следующую петлю накидываю на нее опять следующую петлю и так я накинул все 8 петель на эту одну петлю дальше вставляю в эту петлю оставшийся кусочек нити и просто затягиваю потуже после я выведу нить на изнанку и спрячу в изделие маркеры можно уже снять хвостик от наборного ряда увожу на изнаночную сторону и прячу в косички в лицевой косе вот такими движениями с лицевой стороны получается все хорошо и даже с изнаночной стороны практически ничего не заметно дальше шапку нужно будет постирать и высушить этот хвостик я тоже соберу я вставлю в видеоролик фото шапочки на себе эта шапка у меня связана вот точно такому же принципу из точно такой же пряжи но и другого цвета просто шапка ментолового цвета у меня еще не прошла в то и она еще сохнет про пряжу пихорка могу сказать что мотки меня сильно удивили в том плане что в одном цвете может быть сильно больше пряжи чем в другом цвете поэтому если вы будете следовать моему видео то я рекомендую брать 4 мотка потому что вот ментоловые мотки оказались у меня намного короче чем вот эти вот ультрафиолетовые по размерам давайте измерю шапку сколько она у меня получилось от края до начала отверстия приблизительно 19 с дальше до начала макушки вот верхнего отверстия где-то 10 ну и сама верхняя часть шапки приблизительно 17 в ширину шапка не вытянутом состоянии приблизительно тоже 17 может быть 18 сантиметров смотрите я связала эту шапку на размер 55 но она также подойдет и на больший размер 56 57 потому что она очень хорошо тянется если вам понравилось это видео то не забывайте про свои лайки подписывайтесь на канал задавайте свои вопросы в комментариях спасибо за внимание пока пока